Привет! Запеканочка творожная, вкусняшка невозможная. Макароны отварные, у нас шестереночки, немного молока, соль, сахар, творог, кусочек сыра, 2 яйца. Приступаем. Собственно, смазанная форма. Захочелось мне побыть оригинальной. Растительным маслом, посыпанное овсяными хлопьями. Поковочка. Приступаем к приготовлению. Запеканочка творожная, вкусняшка невозможная. Приступаем. Разбиваем 2, 3, 4 яйца. Чем больше, тем вкуснее. Ну не 10, конечно. 4 на пачку точно можно рассыпать. Ой, господи боже, не хотеть, наверное. На пачку творога. Стандартная пачка творога у нас идет. Взбиваем ее. Сейчас момент. Солим. У меня макароны соленые, поэтому прям буквально щепотку сахара. И хорошенько размешиваем вилочкой. Добавляем сюда творожок. Неважно, какой жирности, на любителя. У меня не знаю какой. 18 градусов. Ну, так написано, да? Хе-хе. Для тех, кто не понял, 18 жирности. Хорошенько с яйцом размешиваем. Можно по ходу сейчас уже добавить молочка. Вот так примерно на глазок, чтобы у нас масса была не густая. И не жидкая. Чтобы можно было спокойно, не надрываясь, размешать ее с макаронами. На вот этой стадии можно попробовать вкус на соль, на сахар. Добавить любые ваши вкусняшки, которые вы любите. Там может быть пряности кто-то добавит. Может кто-то хочет сладкую запеканку. Значит, добавляйте сахара. Сюда же цукаты, ванилины и все такое остальное. Как типа пирог получится. Если вы готовите сладкую, можно добавить яблоки. Это будет очень вкусно. Кубиками прям такими. Так, все. Я попробовала. Отлично, вкусно. Теперь добавляем макароны. У меня, правда, сильно много. Не знаю, форму поместится или нет. Что-то я наколбасила. Немножко перестояли. Я же не варю их. Вот. Они немножко перестояли. Размешиваем так, чтобы каждый кусманчик... Почему с дырочками? Сейчас туда наполнится творог. Будет очень вкусно. Хочу подчеркнуть, друзья, что по сути это получается ленивый вареник, да? Тесто и творог. Вот, видите, заполнились дырочки. Вообще это очень классно получилось. Берем форму, выкладываем форму и разравниваем. Натираем сыр на крупной терочке. Друзья, мой сыр не принципиальный. Когда у меня нет его, я просто могу сделать так. Или просто смазать майонезом. Или сметанкой смазать. Можно даже кефирчиком смазать. Можно просто с панировочными сухарями и с брызнуть сливочным маслом. Это без проблем. Это все делается. Можно вообще без ничего, как я уже повторяюсь. А, минутку сейчас. Немножко акцентик. Вот такой акцентик. Это все остаточки с подоконничком у меня уже. И все. Остаточки роскоши. Небольшую весну. Немного весны. Вносим. Духовка у меня уже разогревается. Непринципиально. Какая духовка. У меня 210 градусов. Современная на 180. Устала повторять. Смотрите по своей инструкции. Итак. Что тут чему? Тут яйцо свернулось. Сыр распаялся. Все. Ну, максимум полчаса, не больше. У меня 210 градусов. На помощь на обселенной. Пусть будет вкусная, пропеченная, румяная. А, ням-ням-ням-ка! Итак, друзья, наша запеканочка готова. Такая красотулечка. Вкусный пот. Нет, 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 нет. Вот такая вкуснотища нас ждет. Всем приятного аппетита, радости бытия и счастья. Будьте счастливы, друзья. До встречи. Чао-ка-ка. Пока-пока. Продолжение следует.